В рамках профилактического мероприятия «Внимание! Каникулы» сотрудники госавтоинспекции совместно со студентами Артёмовского колледжа точного приборостроения проводят мероприятие в первых классах образовательных организаций. Меня зовут Валерия, я студентка Артёмовского колледжа точного приборостроения. И сейчас я вам расскажу основные правила воспитанного пешехода. Ребята, как вы думаете, кто такой воспитанный пешеход и чем он отличается от обычного пешехода? Первоклассники с удовольствием отвечают на вопросы по правилам поведения на дорогах и рассказывают о своих безопасных маршрутах. Дом, школа, дом. Когда воспитанный пешеход становится пассажиром, он тоже помнит важные правила. Выходя из трамвая, обходить его спереди и сзади нельзя. Это опасно. Что нужно сделать, когда ты выходишь из автобуса и идешь в трамвай? Подожди, пока он не едет. Потом уже переходить дорогу, если есть пешеходный переход. Через презентацию студенты рассказывают детям понятие «воспитанный пешеход». Не забывают и о весенних особенностях погоды, которые оказывают влияние на безопасное движение пешеходов. С помощью мультфильма детям еще раз напоминают о том, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Дорогу как перехожу, сначала мне попал, гляжу. И если не машины, зайду до середины. А то смотрю внимательно, направо обязательно. И если нет движения, шагаю без сомнения. Дорога, 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 не канава. Сперва смотри налево, потом смотри направо, налево. Гляди, направо, гляди. И если машины протаскают, иди. Мы посмотрели на мультфильм. Скажите, пожалуйста, кто главный герой в мире? Мальчик. Мальчик. Он что делал? Переходил дорогу. Так, где мальчик переходил дорогу? Пешеходному переходу. По пешеходному переходу, да? Как вы поняли, что это действительно пешеходный переход? В столу перейти славит. На нем белая полоска. Так, на нем белая полоска. И разметка есть, где-то еще что там было? Там был знак. Так, пешеходный переход. Скажите, пожалуйста, все ли мальчик делал правильно? Да. Все согласны? Может быть, кто-то ошибочку увидел? Что-то мальчик делал не так? А там была, ребята, ошибка. Он вначале на рассмотрелся право, а потом налево. Он смотрел налево, а потом направо. Согласны, ребята? Нет. Всегда надо смотреть налево сначала. Потому что транспорт, который приближается слева к нам, он будет ближе всего. Поэтому нужно налево смотреть. То, что он посередине посмотрел уже. Молодец. 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 Ты, видимо, очень самый внимательный у нас был зритель, самый внимательный пешеход. Так вот, ребята, в любом случае, всегда перед пешеходным переходом, перед переходом дороги, вы должны сначала что сделать? Остановиться. Затем посмотреть. Налево. 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 И если автомобили вас пропустили с левой стороны, с правой стороны пропустили, только тогда можно идти по пешеходному переходу. С помощью ситуационных рисунков дети еще раз останавливают свое внимание на правилах поведения на дороге, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Мальчик не видит из-за кустов машину и хочет перейти дорогу. А водитель видит мальчика-пешехода? Нет. Что может произойти? Он может сбить его. Может на него наехать, да? Да. И тогда пешеход пострадает. Кроме правил дорожного движения для пешеходов, дети вместе с инспектором по пропаганде Светланой Шараповой повторяют правила поведения юного пассажира в автомобиле, определяя по карточкам дисциплинированных пассажиров. Любого ли человека можно пристегнуть ремнем безопасности? Да. Любого? Нет. Вот маленький мальчик родился только, его из больницы забирают, его можно принести в автомобиль, положить на заднее сиденье, пристегнуть ремнем безопасности и поехать домой? Нет. А что нужно? Чем отличается пассажир маленький от пассажира большого при перевозке? Маленький должен ездить в автомобиле по специальным креслам и пристегнуть ремнем. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого из вас есть детское кресло, у кого в детском кресле перевозят. Спасибо. Опустите руки. Но среди вас есть еще и пешеходы, да, которые самостоятельно или с сопровождением взрослых приходят в школу. По окончанию мероприятия дети получают раскраску с ситуации на дороге, которую нужно объяснить и сделать вывод о воспитанности пешехода и раскрасить ее. После таких занятий первоклассники обещают быть воспитанными пешеходами и пассажирами, отметила Светлана Шарапова. Продолжение следует...